итак у нас мы в трубе труба 35 метров 35 до на 35 метров пристрелочная труба специальная сейчас будем пробовать вот они те самые полевы 6 вот этого завода кировского мнение известного до илюхи тоже первый раз и взяли обычная искаем беру индустрия здесь ну какие попались это классика жанра стрела от рекорда и дальше тут у илюхи всякие вот такие вот самоделки есть в том числе и калиберная пуля гуаландии да илюш у тебя калиберная гуаландии шрицко шахватово гуаландии а ну вот они для ну это уже так в основном нас интересуют вот эти значит делаем по три выстрела чтобы определить стп каждого вида никаких поправок не делаешь стреляешь чисто по планке по этой помощи все так вот уже первые косяки может прожить а ты в магазин хотел до илюш туда и не получилось отсекатель вот так вот да поэтому не лезть ну вот и вот тут еще да мы когда говорили ребят забыли сказать отличие от турка то что в мр-155 предусмотрен еще отсекатель дополнительно чего нету в армсоне не сначала кнопку на задержку затвора да все дослал а так тебя надо было поучить еще очень высоко ушла на примерно 1 час ну не не на 1 на 11 до очень высоко последний круг туда же чуть ниже но туда же очень высит они все три пришли у тебя на 11 часов и начиная с 1 1 самый последний круг и дальше пошли по ниже 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 ну то есть получается что вот этой вот это ты стрелял калиберный пулей до сужением цилиндр фетер с цилиндром часто что вставляешь чашинский шахмат калиберный калиберный прилетела на 11 часов 4 круг вот это это 12 часов практически третий круг это по-моему в лево в до в дырку от фета русского на 11 часов раз и вот тут два три это у тебя были фета калиберный калиберный а вот эти вот раз два три это шешер да то есть у тебя получается стп вот здесь вот в одном случае тебя где-то вот здесь а в этом случае то есть первый первый раз у тебя и стп ну даже ближе сюда куда а здесь вот насколько высит понимаешь ты в центр же целишься без поправок без ничего про все по планке то есть у тебя средняя точка прицеливания получилось у ширинского шахматов вообще так давай сейчас такая чуть чем стреляет поле в 6 3 выстрела поле в 6 правый мишень под калиберное сужение 05 правая мишень 3 выстрела давай целься в центр ухты это у куда уходит на ну считай на десять часов пятый четвертый круг туда же в общем то летит еще раз без поправок четко в черный центр мишени туда же практически чуть чуть ниже вообще практически один в один на третий круг на 10 часов так сейчас что рекорд стрела ухты на одиннадцать часов самый по крайней вообще круг самый верх мишени ну чуть ниже первого выстрела тоже пол пол одиннадцатого четвертый круг практически туда же только чуть левее вот они твои первые машины это поле в 6 практически она кучно довольно-таки пошла не сказать да по кучности у тебя здесь вот стп получается вот здесь из трех вообще конечно надо четырьмя стрелять чтобы уж вообще четко внутри тоже достаточно вот она в принципе полива 6 кучу нормальную собрала но посмотрим как у меня еще вот это вот стрела нет вот это подожди стрела стрела то есть это вообще никак это практически вот а кстати шиши у тебя ну то что кучу но в принципе с ладони вот здесь получилась полива 6 но видишь она у тебя выси длину обновим решение и я столько выстрелю теми же самыми но я подкалиберным и будут стрелять 05 то же самое поле в 6 и рекорд посмотрим как они у меня из амсона полетят тут еще видишь какой момент фирмы завод этот кировский не не факт что он хорошо делает это не искаем я за себя вот уверен за ружье что искай муски именно с импортным порохом поле в 6 летит практически в полуглавой минуты то есть дырку в дырку практически посмотрим значит стреляя в левую мишень поле в 6 армса на 612 сужение 05 2 круг 2 на 4 часа туда же у тебя все придел знаешь так 1 в одну минуту до пашу мне кажется ну чуть 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 ниже это можно коллиматор скопить открутить но кучу то вещь собрала не хорошая так рекордом стреляем то есть стрелой третий круг на три часа стрелы круг чуть левей тоже на 3 часа На дне Это я мог уже немножко Да, видишь, собирается все туда Да и стрела из него тоже хорошо летит То есть чуть-чуть правее и чуть ниже По горизонту нормально Второй круг получается Ну, здесь видно Илюх, давай я тогда попробую Стреляю из АМР-ки Полевый 6 Слушай, а тебя лишь поразболил Ты целишься Ну, а это в десятку вообще, да, вот тут последняя пришла Нет, она сдвоила А, сдвоила с первой Ну, все, вот, вот она Ты как-то целишься, не так Давай к ней И куча нормальная, в принципе Ну, хотя первый такой, да Вот это самое левое, это первое, да, самое дальнее Сейчас вот у меня в минуту туда ушли Давай второй заходик сделаю Рекорд, да? И рекорд, стрела Ну, давай Ничего она у тебя не высит Все нормально у тебя летит Целиться надо нормально В правой стреляй, Илюх, да Под мишень Мушка под круг этот, под центр О, ну это уже Это практически, да, девятка У тебя на 12 часов прилетела Практически в десятку Туда же, куда и первое Ну, кучу собрал идеально И четвертый, да, выстрел Вообще один в один И туда же 11 часов, второй круг В идеале вообще Просто в полугла Все легли в кучу Видимо Видимо целиться, Илюх, начал нормально Не, я, наверное Как нормальный пацан Значит, вот, друзья У меня получилось, что Ну, какие-то отдельные здесь Это, ну, я, допустим Где-то даже дернуто По сути СТП в центре находится Это стрелял я с турка Полива-6 и рекорд стрела Все легли сюда Я стреляю с коллиматора Где-то мог сбиться Мне там клик сделать, допустим Да, куда-то Налево И прилетят все, куда нужно Но, в принципе, нормальная куча Вот это вот Десятка Это Илья стрелял Крайний раз Самокрутом Полива-1 Полива-1 Вот у тебя Средняя точка прицеливания Ну, практически Десятка С этой стороны Смотрим Здесь Ох, мать честная Вот это Илья начал правильно Целиться И у него пошло дело Полива-6 Да? И рекорд Где-то вот тут Ну, вот здесь В этой дырке У него СТП Очень близко к истине А вот это вообще Хорошую кучу он собрал Это рекорд Это рекорд Она вообще Хорошо летит Всегда И что из Туркии У меня Что из Мэрок Ей довольны Хотя такая Дешевая Что это Ну, вот так вот Вот это вот Уже ближе к истине Остальное Дело в стрелке Я так скажу В прокладке Понимаешь? Между ружьем и мишенью Стреляют дробью Стройка Выпускаем От бюджета Сто дольную мишень Проверяем Осыпь Так Стреляю По левой мишени Есть Влево бил, да? Влево То же самое Из МР-155 Трешка СКМ Итак, друзья Посчитали мы Количество дробин В 100 дольной мишени Здесь Илюха мне сказал В правую стрелять А я в левую Переписали То есть Вот это вот Стрелял Илья МР-155 Здесь Прилетела 81 штука Да? 81 дробина 32-граммового патрона Вот СКМ Дробь трешка Прилетела Вот в 100 дольную мишень Столько Смотрим Ансан Переписал я тут 612 И итог 114 штук То есть Практически Ну не в два раза Но На треть больше Твой паучок Бьешь Так Чё? По Процентам Это надо еще Нарезировать Садиться Но у меня же 0,5 стоит Да Касаемо сейчас Вот этих Мишеней По дроби Да То что мы стреляли Илья посмотрел По нормам В 100 дольную мишень Должно прилетать Сколько? Ну норма Это 50 Сколько? 50 процентов Да? Ну для паучока Норма порядка 50-60 процентов Вот И сколько Количество дробин Вообще В трешке В трешке В 32 граммах Содержится 128 дробин То есть В Юриной мишени Прилетела 85-90 процентов Да У меня прилетело 62 процента Дробин То есть У тебя В принципе Это средний Нормальный Статистический результат Да А у меня Результат Зашкаливает Такое впечатление Что у меня Стоит Дайте я посмотрю Ёлки-палки Нет Три этих самых Три насечки Это 0,5 Сужение Такое впечатление Что у меня стоит Чок полный Единица Ну 0,3 Ну значит У него куча А я говорю Я подобрал Эти СКМ И ими и стреляю Летит отлично Да На более дальних расстояниях Вот как раз для утки Вот именно с турка Именно тройка И четверка У меня летит идеально А на ближних Просто контейнер Не надо брать И все То есть Получается Что все-таки Собирает Армсон Так скажем Объективно говоря Лучше Чем МР Скажи Я в норме Ты в норме А у меня какой-то там Запредельный А ты Норма у тебя Для чока То есть У тебя Получок стреляет Так как у меня Стреляет чок Ну это же Ну это же потому Что все-таки Мерседес А это Москвич Ну ладно Я не к тому говорю В общем ребят Выводы Наверное Нужно сделать такие Что в принципе Изначально Когда Илья стал стрелять Калиберными пулями С цилиндром Я подумал Что это сами Ну уходило все влево Как вы видели И вверх То есть чуть левее И вверх Я думал Что это Потом я сел из его Пострелял уже Под калиберными Все в порядке Куча он собирает Ну где-то там Какие-то что-то гуляет Но это уже Прокладка Простите Между ружьем И мишенью Мешает У меня же коллиматор Ну понятно Что они чуть вправо пошли Чуть-чуть там Подкрутил У тебя все пойдет В десятку Касательно полевой стрельбы Надо к данному прицелу Прицелу привыкать На данной плавнике То есть во-первых Еще ты здесь Вот эту мушечку Все-таки поменяй Поменяю Я уже поменял у себя На 27 20 Ишь 27 Вот даже на моем Видишь Она как-то ярче Все-таки Да Это оптика Оптика волоконная И я целюсь На H27 по-другому Никак на этой То есть я на этой Целюсь под Ставлю пенек Целика Под десятку Да И у меня она прилетает Ну примерно Там плюс-минус Выше Чуть-чуть выше Не, ну так и надо Под мишень У себя На MR27 Я Планку Ставлю Саму планку Не пенек Целика Основу планку Ставлю Под десятку Прямо под десятку Прямо на нее И у меня прилетает На почти В десятку Ну в общем Я к тому Что надо учиться Еще и из него Стрелять Это же не все Так просто А со временем Как бы все будет Понятно Встанет на свои места В принципе Подбирать Просто подбирать Свой пулевой патрон С ним же уже Дальше и жить В принципе Я могу сказать Что кучу Он собирает Нормальную Что поле V6 Что стрела Кстати Вот еще раз скажу Что патроны дешевые А что из турка Что из MR Летит Стрела Рекордовская Стрела полетела Вообще Одно в одно Практически Идеально Да Там просто 0,5 минут Единственное Вот так Моё мнение о стреле Из Вот отсюда Большое количество Сгорающего пороха При выстреле Не сгорающего Догорающего Да понятно Но это от порохов Зависит Это более медленный порох Видимо здесь применялся Не такой Который применялся Поэтому я и говорю Вот эти вот Фабрики кировские Непонятные Мне как-то это У меня даже сейчас От сокола Столько Не было Ну сокол Ты почувствовал Он сладкий В этот пошел Вот это Я уже весь в соколе Тут мы сидим Конечно Настрелялись вдоволь Вот В общем Надо делать Определенные выводы Это проанализировать Вот И еще ездить Кстати Вот это Что такое тут торчит Вот это Так и должно быть Вот какая-то Шпенька Шпунька Это индикатор Взведенной Боевой пружины То есть он сейчас На взвод А ну правильно У тебя затвор открыт Давай аккуратненько Вот у него еще нету Я так понимаю Мягкого спуска Да Вот как у меня Вот я делаю Мягкий спуск Когда Я подразумеваю Вот что Когда отстрелялся У тебя открыто Тебе надо Вот Ты его аккуратненько Довоишь Как только щелкнуло Так Вот так вот Раз курочек И все И довел до конца Мягкий спуск Здесь такого нет Ну просто Плавно доводим его И дальше нажимаем Спусковой курок Чтобы это Дальше все Вот сейчас на предохранителе Да Вот так вот Ну В общем Илюх Ничего сверхъестественного От Отечественного Автопровода Ну да Отечественного Оружейного Производителя Кстати я Ребят сказал Ижмаш Я ошибся Ижмаш это все таки Боевое оружие А это ижмех Да Ижевский Механический Да Это 2 раза Клинические Предприятие Даже Ижмаш занимается Боевым служебным оружием А это Да Это мой косяк То есть Чтобы понимали В общем Средне Статистическое Бой у него Ничего такого Вах Сверхъестественного Мы не увидели Но кучу он собирает Все в порядке То есть Полосю По там Кабану Попадет Запросто Положит Никаких проблем Все еще это дело Пристреляется Притрется Да Но вместе с тем Это Но вместе с тем Все таки Это более дешевые запчасти Чем на Армсане Они всегда в наличии В любом оружейном магазине Кучу Он собрал Неплохую Особенно стрелой Абсолютно Средний показатель Стабильный Дал Дробовым выстрелом У меня Иш-27 Абсолютно Такая же Абсолютно Такие же проценты На получоке Согласен То есть В принципе Ребят Вот смотрите Два варианта У тех У кого Бюджет Чуть-чуть Побольше Те Кто могут Позволить Себе турка Берите Турка Пять лет Ружье у меня В использовании Никаких проблем Нет до сих пор На стрел Более тысячи Выстрелов Там даже Полторы тысячи Я бы так сказал Огрубленно Никаких проблем С ним нет Тут вот Фу Если у вас Бюджет Не особо Позволяет Но вам хочется Также пятизарядник Чтобы там Охотиться Уже более С большим Шансом И результатом По перу Ну вот Берите МР-ку Смело Стреляйте Из нее Пробуйте Находите Свой патрон Обязательно Под ствол Под сужение Пробуйте Сужение Это все Познается Только вот На практике Пока вы будете Там сидеть Дома Ничего этого Не произойдет Я подобрал Все Я больше Патроны Не меняю Также я Илюха Тебе желаю Чтобы этот Самый Поэтому я считаю Вполне себе Рабочий аппарат В общем Друзья Наверное Это пожалуй Все Такой экспромт У нас получился Ну так скажем Обзоры Пристрелка Из коробки Сразу в тир Делаем выводы Определенные Я еще раз Вам скажу Абсолютно Не рекламируем Нам за это И не платят Это наше Ружье Да ладно Это наше Ружье С другом Поэтому Нам как бы Это самое Мы о них И рассказываем Но Илюха Ему предстоит Еще Мы будем следить Кстати За твоей МРКой За Муркой За этой Как она Дальше будет жить Но мы с тобой Будем на охоту Еще ездить Дай бог Погода повезет Друзья Потому что сейчас Еще у нас В средней полосе Вот в Подмосковье Снега Просто Я не знаю Снега Восемьдесят Открытие Второго Субботы Апреля Весенней охоты Не знаю Как это с этим Получится Все это дело Очень надеемся И я надеюсь Что мы с вами Там же И увидимся На открытии И как раз Илюха Ты уже поедешь С ней И там Она себя покажет В деле Я тебе скажу Так В принципе Нормально И при стрельбе Она тебя будет Добывать И утку И другую дичь Ничего тут Такого нет Ребят Ну это Гладкоствол В конце концов Чего мы от этого Хотим Ну это же Ежмех А это Ладно Мы с вами Прощаемся Я вам желаю По традиции Большой удачи В жизни На охоте В туризме Для кого-то Ни пуха вам Ни пера Ну и до скорых встреч Друзья Увидимся Будьте здоровы Пока Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры